Добрый день, друзья! Меня зовут Ольга, и вы на моем канале. А мне нравится кушать так. Так, приготовим наше тесто. Тесто по-итальянски называется паста бризе. Нам понадобится 200 грамм муки, щепотку соли, щепотку сахара, 100 грамм сливочного масла. Можете брать маргарин. Вот так вот быстренько его натираем. Оно должно быть холодным-холодным из холодильника, но не из морозилки. В морозилке может находиться 5 минут. Натираем все 100 грамм. На все про все у нас уйдет меньше минуты, чтобы сделать это великолепное тесто, которое подходит как к сладким пирогам, так и к соленым. Вот здесь у меня 50 грамм холодной-холодной воды, видите, из холодильника. Сейчас я сделаю вот такое углубление и по чуть-чуть буду добавлять. Добавляю и замешаю тесто. Быстро надо делать, только в том смысле, чтобы наше масло не растаяло. Добавляю еще и замешиваю ком. Все, почти сделаем только вот такой шарик. В пакет и на 20 минут, на полчасика в холодильник наверх, рядом с морозилкой. Пока у нас тесто остывает, что нам понадобится? Вот такие вот две с половиной палочки. Нужно где-то 50 грамм. Можно просто разломать и положить в пакет. Ну, вот я разобью сейчас блендеры. Для меня это проще. Посмотрим. Вот так вот хорошо, чтобы было не мелко-мелко, а чуть-чуть крупновато. Эти палочки с кунжутом. Кунжутные палочки. Как вы понимаете, можно взять и палочки без кунжута, можно взять просто сухой хлеб и точно так же его перетереть. Нет никакой разницы. Потом нам понадобится 250 грамм моцареллы. Надо брать моцареллу для пиццы, потому что она более сухая и не будет пускать воду. Но если у вас нет моцареллы для пиццы, тогда возьмите нормальную моцареллу и положите ее за полчаса на сито, чтобы стекла немного вода. 300 грамм хороших, таких плотных помидор, но спелых. Вот как вот эти вот у меня. На всякий случай здесь два помидора хватит. Возьмем три, потому что хочу посмотреть, достаточно ли двух или нет. Вот, порежем на кусочки, не очень тонкие, где-то, сейчас вам покажу, вот такой вот ширины. Вот такой вот. Почему я думаю, что пойдет три помидора? Потому что вот мне нужны только хорошие, такие круглые куски. Мне вот эти попки, вот эти вот завязи, они мне не нужны. Поэтому, может быть, понадобится не два, а три помидора. Помидоры сочные, они текут, естественно. Берем бумагу, полотенца бумажные, кладем помидоры. Хотя у нас будет внизу у тортика вот эта вот смесь, которая очень хорошо впитает в себя. Но, тем не менее, мы должны немножко промокнуть, потому что, действительно, эти помидоры, они очень-очень сочные, такие водянистые. Поэтому лучше промокнуть. Смотрите, сколько у меня воды. И я уже немного промокнула. Поэтому промокаем, оставим пока. Таким образом и нарежем моцареллу. Все подготовили. И можем брать из холодильника тесто. Тесто у меня мягковатое, я вам честно скажу, потому что очень жарко здесь. И потом свет, который у меня горит. Но ничего. Оно податливое, поэтому сейчас мы его прекрасно раскатаем. Немножко муки на бумагу. Кладем бумагу непригораемую, хорошую, силиконовую, которая у вас не пристанет. Нам немножко муки. И сверху тоже чуть-чуть муки. И поехали. Поехали раскатывать. Так, я вот раскатала вот так вот, где-то в 2 миллиметра, в 3 миллиметра. Значит, у меня вот это, по-моему, 22 сантиметра. В общем, 22-24 берите. Вот так вот отмечаю просто. Круг, чтобы у меня остался. Даже я его слишком продавила. Но ничего. Сейчас я его... Хорошо, что это тесто податливое. Можешь делать с ним все, что угодно. Я его немножечко вот так вот обровняю. Потому что нам, в принципе, не важно эти края. Но чтобы они были красивые, ровненькие, вот так можно их подрезать. Теперь первым делом насыпаем нашу крошку из этих палочек. Она у нас будет... Да, я забыла, только колим, как следует низ. Еще не поздно. Я рассыпала крошку. И теперь вот так вот руками, так как мы слышим руками, чтобы она была везде, как бы у нас одинаково. Вот так. И все. И теперь начинаем складывать, значит, помидорчик. На него моцарелла заходила, чтобы сверху. Опять помидорчик. Моцарелла. У меня она не круглая. Хорошо бы, если было бы круглая, была бы такая же по размеру, как помидорчик, было бы еще красивее. Так, теперь я что сделаю? То, что нравится вам. Я черный перец. Обязательно. Черный перец. Соль. Ореган. Теперь у меня здесь есть базилик. Но базилик мы положим. Сейчас я положила для красоты. Базилик лучше класть в последний момент, когда уже все готово. Потому что базилик, когда готовится в духовке, темнеет и становится не таким душистым. И теперь попробуем красиво закрыть. Будем делать вот такие, как складочки. Еще я вам скажу одну вещь. Вот я показываю тот вариант, когда у людей нету специальных таких вот форм для этого теста. У меня есть, но я специально показываю просто на листе. То, что сейчас мы его потянем и перенесем на любую противень, которая есть у любого человека. Поэтому может делать любой человек этот рецепт. Вот так вот мы закладываем. Красивыми такими фалдами. Все, наш пирог готов. Вот такую вот красотищу вы можете сделать буквально за полчаса. Единственное, что тесту надо дать отлежаться, приготовьте его утром, например. Уйдите на работу, а вечером, когда вам надо, быстренько его раскатайте. И вот вам готово великолепное блюдо за, не знаю, за 10-15 минут. Теперь я просто-напросто, вот у меня есть вот такая вот для пиццы. Мы, в общем, любая, какая у вас есть в доме, берем и вот так вот подставляем и в один момент перетаскиваем на бумаге. Все. У нас все готово. Единственное, что можно смазать края, яйцом. Взяла малюсенькое яйцо, один желток и добавила немножко сливок. Можете добавить воды, можете добавить молочка. Здесь вот кто что хочет. Промазываем. Наливаем капельку оливкового масла и отправляем в духовку на 25-30 минут. Вот такая красота. Спыла с жару. Поставила на решетку. Сейчас уже прошло 10 минут, уже немного остыла, еще теплое. Хочу, чтобы остыла совсем, потому что боюсь, если буду резать, то развалится. Очень красиво, очень вкусно пахнет. И что хочу сказать, было в духовке 40-5 минут. На нижнем, вверх-вниз с вентилятором у меня. Закрыла вначале такой же бумагой. Так, находился в духовке 45 минут при 220 градусов. На нижней, не на средней, а чуть-чуть ниже. Сначала поставила и до конца стоял там. Только вначале накрыла бумагой непригораемой. Потом открыла через где-то 15-20 минут. Побыл еще так 10 минут. И потом в самом конце, последние 10 минут, опять закрыла. Поэтому получилась вот такой красивый цвет. Сейчас попробуем разрезать. Смотрите, весь пропекся, все прекрасно. Безумно вкусный. ничем не уступает пицца, даже вкуснее. Только пиццу надо ждать, пока будет наше тесто готово. И все. А это готово все-все-все про все в один час. приятного аппетита. Приятного аппетита! И так, если вам понравился мой рецепт, пальчик вверх, ставьте, лайк, записывайтесь на мой канал, запись бесплатная. А я на этом с вами прощаюсь и говорю вам до свидания и до следующих встреч. Пока!